Библейский портал экзегет.ру представляет Израиля – это неверная жена, которая забыла времена своей юности, когда она была верной невестой, своему мужу Господу. И вот здесь эта метафора поворачивается еще одной стороной. Если муж жену прогонит, и она его покинет, уйдет к другому мужу, разве первый муж к ней вернется? Разве не погрязнется в скверне земля эта? Ты блудила с толпой народа, но вернись ко мне, говорит Господь. Да, причем даже противопоставляется то, что вот среди людей не принято, скажем, да, чтобы мужчина возвращался к женщине, которая ударилась в разврат, а Господь готов призвать к себе обратно свой народ. Подними глаза на холмы пустые. Есть ли место, где ты не блудила? Имеется в виду высоты холмы, на которых есть некоторые святилища. Вот практически на каждом холме есть языческое святилище. Путников ты ждала у дороги, словно араб в пустыне. Осквернила ты землю развратом своим и злодейством. Кстати, что делает араб в пустыне, довольно трудно сказать. Ну, мало ли, там, для чего он ждет путников. Арабы кочевой народ тогда, и, соответственно, там, наверное, кого-то они ждут либо торговать, либо, может, еще чем-то заняться. Потому дождей не стало, весенний не льется ливень. Соответственно, то, что Израиль ударил свое язычество, это уже влияет и на погоду, на климат. У тебя лицо блудницы, ты стыд позабыла. А теперь ты мне говоришь, отец мой, юность и мой наставник. Неужели он вечно гневаться будет, будет всегда на страже? Говоришь ты так, но творишь сколько можешь злодейства. Вот такое притворное, как бы, покаяние, которое заключается в том, что она хочет наладить отношения с Богом, да, он, народ, хочет наладить отношения с Богом, но совершенно не собирается менять поведение. Сказал мне Господь в одни царя Иосии, я напомню, что именно при этом царе, в общем-то, праведном царе, Иеремий начинает пророчествовать, еще достаточно молодой. Ты ведь видел, что творила дочь Израиля, изменится, как ходила она ко всякой горе высокой, каждому дереву ветвистому и блудила там. И после всего, что она совершила, я сказал, вернись ко мне. Но она не вернулась. И вероломная сестра ее, Иудея, это видела. Имеется в виду два царства, северно-израильское и южно-иудейское, они как сестры здесь представлены. За то, что развратничала дочь Израиля, изменится, я прогнал ее и дал ей разводное письмо. Ну, то есть расторг, брак, имеется в виду то, что северное царство к этому моменту уже сто лет как уничтожено, народ выселен, и там живут другие совершенно люди. И увидел я, что сестра ее, вероломная Иудея, не испугалась, но сама отправилась блудить. Безудорожным своим развратом она осквернила землю, прелюбодействовала с камнем и деревом. Ну, то есть совершала языческие обряды. «И вот не от чистого сердца вернулась ко мне вероломная сестра ее Иудея, лишь притворяясь, говорит Господь. И сказал мне Господь, дочь Израиля изменится честнее, чем вероломная Иудея». Ну, то есть та уж, по крайней мере, откровенно, не притворяясь, блудит. «Вступай, возвести северу такие слова. Скажи, вернись, изменится дочь Израиля, говорит Господь. Гнева моего на тебя не оброшу, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно гневаться буду. Лишь признай свое преступление. Против Господа Бога твоего ты грешила. Ласки свои чужакам расточала под каждым деревом ветвистым. Голосу моему не повиновалось, говорит Господь. Вернитесь, дети, отступники, говорит Господь, ибо я владыка ваш. Я возьму вас по одному из каждого города, по двое из каждого племени и приведу вас на Сион». Сион, то есть в Иерусалиме. Вот здесь этот призыв, который уже, наверное, запоздал, был призыв к Северному Царству обратиться вновь к Богу. «Я дам вам пастыря, угодных моему сердцу, чтобы они пасли вас мудро и разумно. В те дни, когда вы размножитесь и расплодитесь на этой земле, говорит Господь, о ковчеге договора Господнего говорить уже не будут, не будут о нем думать и вспоминать его, не будут тосковать о нем и другого ковчега не сделают». Немножко странный здесь комментарий, то есть как будто ковчег Завета, самое главное святыня, которое находится в храме, вдруг утрачивает свое значение. Но почему бы и не понять это именно так, то есть что какие-то внешние культовые предметы будут уже не важны, что все будет строиться не на обрядах, а на отношениях. «В то время назовут Иерусалим престолом Господним, и все народы соберутся в Иерусалим, туда, где обитает имя Господне. Не будут они больше поступать по упрямству злых своих сердец. В те дни потомки Иуды и потомки Израиля соберутся вместе и уйдут из страны Северной в ту землю, которую я даровал вашим отцам». Ну, соответственно, вот Иерусалим вместо какого-то формального святилища, он сам целиком будет святилищем. «И сказал я, как же буду считать тебя сыном, как дам тебе желанную землю, удел прекрасной красу народов. Я думал, ты звать меня будешь отец мой, от меня не отступишь. Но как жена изменяет мужу, так и ты изменил мне Израиль, говорит Господь». Собственно, та же самая метафора разворачивается. И дальше вот призыв уже даже не как к жене, а как к детям. «Крикнут, калмами слышен, плачем альба сынов Израиля, ибо с пути своего они свернули, Господа Бога своего забыли. Вернитесь, дети-отступники, я исцелю неверность вашу». Их ответ, который действительно в одни царя Иосии так или иначе звучал, когда действительно отказ от язычества стал реален, пусть не для всех. «Итак, вернитесь, дети-отступники, я исцелю неверность вашу. Вот к тебе мы приходим, ибо ты Господь Бог наш, ведь на холмах лишь обман, на горах только шум сборищ, воистину лишь Господь Боге нашему спасение Израиля. С юности нашей мерзость пожирала труды отцов наших, овец и коров, их сынов и дочерей». Мерзость – те же самые языческие культы, которым приносятся в жертву, соответственно, труды, зерно, возможно, овцы и козы, и похоже, что сыновья и дочери тоже, что человеческие жертвоприношения тоже присутствовали. «В мерзостях своих мы погрязли, позором покрыты, ибо мы грешили против Господа нашего Бога, мы и отцы наши, с юности нашей и до ныне, мы не повиновались голосу Господа нашего Бога». Вот здесь уже намечается некоторая тема покаяния, когда они признают, что произошло, и как это покаяние может осуществиться, об этом следующая четвертая глава.